Парень стоял в одном входе, а девушка в другом. И у них были совершенно одинаковые ящики. И стояли они, видимо, с одной и той же целью. У порога торгового центра парень и девушка собирали средства на подгузнике от казнякам. И Анна и ее мама притормозили. Во-первых, потому что привыкли протягивать руку помощи. Во-вторых, потому что сами периодически волонтерят в фонде «Наши дети». Не могли припомнить, чтобы деньги собирали вот так. Не узнали почерка. Была наклейка, видно, что взяты из интернета, так как качество наклейки было не очень хорошим. Ящик был прозрачный, и в нем уже было довольно-таки много денег лежало. Сумма была приличная. Да мы сразу же набрали руководителей фонда. Волонтеров истинных телефонный звонок, увы, не удивил. Они наслышаны о своих псевдоколлегах, потому как находятся оренбуржцы, которые привыкли проверять, кому именно помогают. Стоят с копилками, прозрачная копилка. Вчера была непрозрачная коробка, картонная, обклеенная белыми листами бумаги, и сверху наша листовка. Листовка наша, да. Наш логотип. И они собирают на подгузники детям якобы. Мы никогда, никогда не собираем деньги на подгузники. Мы собираем деньги только больным детям, все. Больным детям на лекарства, на реабилитацию, на проезд, если нужно. Но от имени фонда не только клянчуют деньги, им еще и прикрывают банальный сетевой маркетинг. Вот на такое объявление здесь наткнулись на днях. Срочно требуются волонтеры в благотворительный фонд «Наши дети». Оплата от 400 рублей в день. Но стоит пройти по ссылкам и выясняется, что добровольцы нужны вовсе не для помощи детям, а для распространения косметики. Вот это вообще бред полный. Мы никогда не берем людей на работу, именно волонтеров. Потому что люди приходят помогать просто потому, что они хотят. Вообще фонд «Наши дети» существует с 2008-го. Только за последние три года волонтерам удалось собрать больше трех миллионов рублей. В списке тех, кому помогли, сейчас 60 детей с тяжелыми, редкими, иногда неизлечимыми болезнями. Здесь трудятся только люди с большим сердцем. Они курируют малышей в инфекционной больнице, помогают ребятам в областном седиатрическом санатории и очень боятся, что их кристальную репутацию так запросто испачкает кучка аферистов. Ты годами работаешь, вырабатываешь себе это имя, доказываешь то, что ты эти деньги кладешь себе не в карман или еще куда-то, а то, что ты на самом деле детям оказываешь помощь. И СМИ к тебе стали лояльно относиться, и люди стали спокойно жертвовать деньги уже не боясь. А тут раз и сразу три таких выпьющих случая вообще обидно неприятные. Наталья, конечно, собирается отыскать мошенников, поймать их за руку, вызвать полицию, обратиться в прокуратуру. Но у нее полно дел, которые гораздо важнее, которые не могут ждать. Она поименно помнит всех деток, которым удалось помочь благодаря невнодушным оренбуржцам и держит в голове каждого из тех, кому помочь только предстоит. Это Мешков Дима, Шишкин Глеб, Марина Копцева у нас, то есть такие серьезные случаи. Очень много деток с ДЦП, это Сусаева Маша, Сычатов Ярослав. Если вы не просто хотите помочь, но и желаете знать, кому помогаете, мотайте на ус. Копилки благотворительного фонда «Наши дети» выглядят так. В городе их 27, они расположены в основном в местах общепита, в небольших магазинчиках и даже в центрах разливных напитков. А у псевдоволонтеров зазывал, не стесняйтесь спрашивать, кому именно открыт сбор. Будьте любопытны, интересуйтесь даже телефоном родителей. Быть может, тогда мошенники станут скромнее, а мы перестанем снимать сюжеты о вот таких вот вопиющих случаях. Василина Киселева, Вадим Доминов. Наше время.